Зовского, дай руку товарищ! Задание Ленина успешно выполнено. 13 июня 1907 года в 11 часов утра в Тифлисе на Ереванской площади транспорт казначейства в 350 тысяч был осыпан семью бомбами и обстрелян с углов из револьверов. Похищенные деньги за исключением мешка с 9 тысячами, изъятых из обращения пока не разысканы. В обыске, аресты, все возможные аресты приняты. Полковник Бабушкин, в 1919 году Ура! Ура! Заезжаем в нем, а следуем во всем мире во всем мире! Ура! В 1919 году в записке в Реввоенсовет Республики Владимир Ильич исчерпывающе охарактеризовал Камо, как товарища, которого он знает досконально, как человека совершенно исключительной преданности, отваги и энергии, насчет взрывов и смелых налетов особенно. 13 июня 1907 года Камо с группой верных товарищей по заданию партии совершил среди бела дня в самом центре Тифлиса, столице наместника императора на Кавказе, невероятной по дерзости и отваге нападения на транспорт казначейства. Следовавший из почтовой конторы в отделение банка под усиленной охраной наряда казаков и стрелков, человек со шляпной коробкой, в которой пачка к пачке были уложены кредитные билеты на общую сумму в четверть миллиона, ехал в Куакалу на встречу с Лениным. Тогдашние газеты, скорбя об убитых казаках срочной службы, говорили, сколько пенсионеров и коллег не получили деньги. Если сегодня такое же грабительство совершают красные бригады, левые и левацкие элементы, то печать Союза лицемерно говорит, что осуждающий смотрит на все эти экспроприации буржуазных денег. Да полно! Посмотрите на себя в зеркало! Кто научил всех бандитов, прикрываясь благородной целью, устраивать грабежи и захват заложников с целью выкупа в ФРГ, Италии, Америки и по всему свету? Ее это семена дали обильные плоды. Дело со ста тысячами при обмене 500-рублевых купюр провалилось. Ленину и Крупской пришлось целый день ходить из кафе в кафе в Берлине, только что приехав из Стокгольма, так как на квартирах русских эмигрантов шли обыски. В гостиницу, где мы остановились, мы пришли вечером больные. У обоих шла белая пена изо рта. Где-то отравились рыбой, вспоминает Крупская. Пришлось ночью вызвать доктора. Владимир Лич был прописан финским поваром, а я американской гражданкой. И потому прислуживающий позвал к нам американского доктора. Тот, почуяв, что тут что-то неладное, слупил с нас бешеную цену за визит. Провалялись мы пару дней, и полубольные потащились в Женеву, куда приехали 7 января 1908 года. Выдал их «отцов» в кавычках. Житомирский. Член партии с многолетним стажем, пользующийся полным доверием товарищей революционеров. На самом же деле давний секретный сотрудник царской охранки. Он же Ростовцев, Данде, Москвич, Обухов, Андре. И вот тут-то на помощь Ленину приходят масоны-мистики и практики-адвокаты. Ленин стал принимать самые энергичные меры, чтобы добиться быстрейшего освобождения Карпинского и Семашко. Владимир Лич развил необычайную энергию. Еще бы. Ему ведь везли деньги, и вдруг попались. Пригласил одного из виднейших адвокатов, швейцарских, кандидатура которого тогда выставлялась на пост президента республики. Писал об этом Семашко Николай Александрович. Нужно прочитать самому слушателю раздел «Удар в спину», чтобы увидеть накал подлых страстей и как самый разгар битвы за вызволение грабителей из тюрем Франции и борьбы за то, чтобы не передавать их царскому правительству. На арене показывается незримая да то ли щупальца масонства. Чужому ли они помогали? И понятно, дальнейшая ненависть дворянина Ульянова к царю и всему его семейству. Удивительно, что на все попытки Ленина истребить всю династию Романовых остались братья царя в живых и их прямые наследники. Но в семье Ульяновых, несмотря на большую семью, при всей, во всей Поднебесной, нет ни одной веточки генеалогического дерева, ни одного листика. Все исчезли. Почему? Не перст ли это Божий? Особенно в книге Жанра Фривиля «Ленин в Париже», Москва, 1969 год, издательство «Прогресс». Видно, как он страдал и не знал, чем же закончится та трагедия, на которую обрекают масоны Россию. И сколько случаев давал ему Бог раскаяться, одуматься, остановиться на путях своих погибели. Но жребий был брошен. Великий страдалец, фанатично преданный делу революционных перемен, изысканий, выехал в Россию, ставшую теперь навсегда для него зрелищем неописуемых страданий великого народа, которому предстояло вынести на своих плечах все эксперименты страдегов зионских кровей. Сегодня спрашивают те, кто узрел тайну беззакония, знал ли Ленин, что он был лишь игрушкой в руках тех, кто вложил в руки его программу переустройства России и подготовку плана к мировой революции. Его труды, жизнь, кончина говорят о том, что не знал. Он думал, что от него исходит генеральный план переворота, изъятие земли, уничтожение церкви, частной собственности и семьи. Из статьи Владимира Ильича Ленина «Советская власть и положение женщины» 19 декабря 1917 года был опубликован декрет о расторжении брака. Каким восторгом охватила тогда лучших представительниц разврата? И если Крупской виделось, что 17% разводов есть национальная катастрофа, то что бы они сказали, когда узнали, что в Советском Союзе только за последние 10 лет количество разводов увеличилось в 3,4 раза? В некоторых городах процент разводов перевалил за 50. Три кита, на которых может выстоять общество. Церковь, семья, частная собственность. Это знает любой неофит. И потому клич был брошен на разрушение этих незыблемых основ всех обществ. Кто лично преподал Ленину и Марксу форму того, как воплотить взримый, с кровью и костями бродящий призрак по Европе, он мог и не знать. Вдохновители роились вокруг него во время его эмиграции и немедленно захватили все руководящие посты в первом правительстве Советов. Сущность замыслов первичной тайны в последней ее секретности в том и заключается, что энергичные фюреры не знают, что они могут исполнять даже роль ферзей и королей, которым иногда в три, а иногда и в 666 ходов ставят мат. Если бы революция в России была не запрограммирована масонами, то едва ли она просуществовала бы и три месяца. Чтобы привести к равновесию две чаши весов, они заранее подготовили всех представителей своих во всех странах Европы и Америки, которые бы нейтрализовали все попытки свергнуть Красную Башню Вавилона. Вдруг по мгновению закулисных джентльменов удачи начались вспыхивать все новые очаги революционных пожаров. Германия, Венгрия и вот уже зарево над Лондоном. Забастовки и митинги в поддержку обескровленной России. Так в первой репетиции уже не на Франции, а на Сирии государств. В 1848 году вдруг подняли детонированные цепной реакции всплеск мятежей во многих государствах Европы Германии, Пруссии, Венгрии, Австрии. Николай I помог задушить пламя революции и гидромногоглавого масонства вновь тянулось к катакомбе в ожидании лучшей поры. Вожди этой революции Вожди революции открыто заявили, что прошла проба сил и новая грозная сила дала знать о себе. И если внимательно читать о том, что говорят идеологи масонства о себе, то очень ясно видно, что они говорят все с издевкой, с насмешкой над доверившимися им. И очень часто говорят правду, как Лусио в романе «Короли. Печаль сатаны». Для тех, кто не читал этого романа, даем пояснение. Об этом пишет Святослав Белза, научный сотрудник Института мировой литературы Академии наук СССР. Вы слышали о графе Сен-Жермения. Это та личность, которая послужила для написания образа князя Лусио, то есть воплощенного дьявола. Не как воплотившегося, а через человека действующего. Так, беседуя с приятелями за шампанским, в доме у конногвардейца Нарумова рассказывал молодой повес о томске о человеке, открывшем его бабушке, тайну трех пистрой играть шикарно. Человек в этом снискаживал себе громкую, хотя и несколько сомнительную слову, чудотворцу. Под именем графа Сен-Жермена не без оснований считает, едва ли, не самой загадочной фигурой восемнадцатого столетия, о которой пишет Пушкин. Начать с того, что до сих пор неизвестны точно ни даты и место его рождения, ни национальность, да и многое другое в его биографии окутанное непроницаемым покровом таинственности. Приподнять эту завесу полностью вряд ли когда-нибудь удастся, ибо безвозвратно утраченные документы, с помощью которых можно было бы попытаться установить истину. Дело в том, что сразу же после смерти Сен-Жермена, покровительствовавший ему ландграф Карл в Гессенске, выполняя, очевидно, последнюю волю покойного. Самоличный сжег оставшиеся после него бумаги. Спустя десятилетие личности Сен-Жермена серьезно заинтересовался Наполеон III, который распорядился собрать все, имеющие к нему хоть малейшее отношение материалы. Подготовленная для императора объемница и досье тоже сгорела во время пожара в здании, где она находилась. Сен-Жермена несомненно никак не укладывается в привычные рамки устоявшихся представлений об авантюристах и мошенниках, которыми столь богат был век Вольтера и Дидро. Он не искал, как правило, лишние выгоды, прибегая к мистификациям. Не был он, видимо, и самозванцам подобно Бальзаму Калиостру, а на самом деле принадлежал знатному европейскому роду. Однако у него могли иметь какие-то веские основания скрывать свое происхождение. Долгое время полагали, что он был внебрачным ребенком испанской королевы Марии, вдовы Карла II. Приобрела популярность строгательной истории о том, как надменная королева полюбила простого человека не дворянина и родила от него сына. Не менее романтичная и другая версия, согласно которой Сен-Жермен первенец прославленного князя Ференса Ракотси возглавивший национально-венгерское восстание против Габсбургов. Тайна рождения Сен-Жермена была, видимо, известна Медовику в 15-м, иначе трудно объяснить, почему он так благоволил к графу и распорядился раздавать ему всевозможные почести. Окончательное расположение короля Франции Сен-Жермен приобрел тем, что уничтожил трещину в принадлежавшем Ледовику бриллианте, во много раз увеличив таким образом его ценности. Скептики полагали, однако, что граф попросту купил за свой счет похожий камень без дефекта и приподнёс его королю. В другой раз он появился на балу в Версайском дворце в туфлях с бриллиантовыми пряжками такой стоимости, что от них не могла оторвать глаз маркиз в Пампадур. В итоге молва начала приписывать Сен-Жермену умение изготовлять драгоценные камни, что считалось основным источником его дохода. Сам же он уверял, что может только лечить камни, выводить с них пятна и трещины. И что этому сложному искусству его обучили в Индии. В 1758 году Блюдовик 15 предоставил Сен-Жермену для устройства лаборатории обширные помещения в шатое Шабо-Мос в одном из красивейших замков на берегу Луары. Там Сен-Жермен не только демонстрировал эффективные алхимические опыты, поражавшие воображение короля и его приближенных. Он трудился над получением составов чисто практического утилитарного назначения. Открыл пример секрет приготовления изумительно стойких красителей для ткани. Кроме того, им были изобретены особые люминисцирующие краски при живописи, которым он писал свои картины. Об эффекте, производимой этими красками, с восторгом отзывались выдающиеся художники того времени. человек незаурядный и богато одаренный Сен-Жермен отдал также дань поэзии и музыке. Ему принадлежит целый ряд камерных инструментальных и вокальных сочинений, сонаты, арии, произведения для скрипки. Имя его можно и сейчас найти в авторитетнейших музыкальных энциклопедиях мира. Некоторые исследователи выдвигают даже смелое предположение, что никто иной, как граф Сен-Жермен выступал под маской завоевавшего широкое признание итальянского скрипача виртуоза и композитора Джованнини. Сен-Жермен, кстати, обожал разъезжать по свету под различные псевдонимы, их известно не менее дюжины, которые звучали то на французский, то на испанский, то на немецкий лад. В Генуи и Ливорна, в частности, он выдавал себя в 1770 году за русского генерала Салтыкова. Многое проясняется в довольно странном поведении Сен-Жермен, если согласиться с мнением, будто он был масоном и достиг высоких степеней посвящения. с деятельностью тайных обществ связывает и его приезд в Петербург в 1762 году. Любимый симпиратрицей Григория Алова, обращавшийся к графу не иначе, как Каро Падро, утверждал, что Сен-Жермен сыграл важную роль в том дворцовом перевороте, который привел на русский престол и Катерину Вторую. Под термином масонство, требующим более четкой дифференциации, нередко объединяет союзы и ордена, руководствовавшие самыми различными учениями и программами. Большинство этих организаций, однако, стремилось на деле не столько к постижению мистического конечного вывода мудрости земной, сколько к тому, чтобы оказывать вполне реальное политическое влияние в возможно более широком международном масштабе. С этой целью особенно деятельное участие принимали они в закулисной игре неутомимо проникая в тайны как мадридского, так и всех других монарших дворов Европы. И, пожалуй, только принадлежностью к масонским кругам и можно объяснить ту поразительную информированность о политической обстановке, которую столь часто Дзен-Жермен облекал в форму неизменно сбывавшихся пророчеств. Ведь информация мать интуиции. В Париже таким путем Сен-Жермен быстро приобрел столь сильное влияние, что ему не раз поручали с французским правительством дипломатические миссии самого чекодливого свойства. Судя по портретам многочисленным описаниям современников, граф был среднего роста, отлично сложен, подвижен, обаятелен, с очень выразительным лицом. Всегда подчеркнуто просто, но изысканно одевался, обладал внушительными манерами и просил превосходным рассказчиком. У него была феноменальная память и неудержимая фантазия. Он имел обыкновение развлекаться тем, что сообщал своим слушателям такие точные детали о людях и событиях прошлого, какие мог знать казалось только очевидец. Так, если речь заходила о короле Франциске и первом, умершем за 200 тысяч лет до того, Сен-Жермин мог как бы незначайно бронить. Я помню, Франсуа однажды сказал мне, или с невозмутимым видом поделиться своими воспоминаниями о Христе. Мы были друзьями. Это был лучший человек, какого я знал на земле. Но большой романтик и идеалист. Я всегда предсказывал ему, что он плохо кончит. Если вспомнить, что Луфио, что испадший Херувим, некогда был осенящим Херувимом на небе, и на земле уже приступал к человеку Христу с искушениями Бога человеку, что он мог это сказать. Соответствующим образом граф вышкалил своих слуг. Когда в Древзине как-то спросили его кучера, правда ли, что графу 400 лет, тот ответил, не могу вам сказать точности, но во всяком случая за те 130 лет, что я на службе у моего господина, он ничуть не изменился. Так возникла легенда о бессмерти Джермена. Сам он смеясь говорил барону Злейхину. Эти глупые парижане воображают, что мне 500 лет. И я даже укрепляю их в этой мысли, так как вижу, что им это безумно нравится. Но если говорить серьезно, то я на самом деле намного старше, чем выгляжу. Сен-Джермен был весьма сведущ в медицине. Немалые познания в этой области он приобрел во время путешествия по Востоку. Он применял какой-то отвар целебный страв, известный под названием чай Сен-Джермен. Чудливо предостерегая друзей злоупотребление этим напитком, он уверял, что одна его престарелая пациентка, вместо того, чтобы обрести свежесть и красоту молодости, вернулась в эмбриональное состояние. Рецепт чая не сохранился, но есть основания полагать, что он если не обладал какими-то особенными живительными свойствами, то по крайней мере не вредил здоровью, так как сам Сен-Джермен дожил до преклонного возраста. Желая сделать еще более ярким тот орел загадочности, которым он старательно окружал себя всю жизнь. Великий мистификатор остался верен себе перед лицом смерти, заявив, что не умрет, а будет лишь отдыхать в Гималаях, а потом вновь поразить мир своим появлением. Вот каким предстает перед нами задымкой двух веков на фоне достоверных фактов, похожих порой на вымысел и легенд имеющих иногда под собой реальную основу человек, назвавший три роковые карты пушкинской пиковой даме. Да, никто ведь теперь этому не верит. В настоящее время информации нет. Нет национальных газет и журналов, а есть огромная служба всемирной дезинформации, агентство дезориентации, увода взглядов, мнений по нужному руслу, есть пресса мира, захваченная евреями. Статья из газеты за рубежом номер 47 за 1976 год. Свобода печати вопрос всего лишь привилегия денежных мешков. Свобода печати вот тезис, которому апеллируют то и дело проповедники буржуазной идеологии, рекламируя преимущества западного образа жизни. Однако реальная картина мира информации на западе это дальнейшая концентрация прессы в руках отдельных лиц, главная сила которых заключается в обладании денежным мешком. Около десятка еженедельников и двухнедельных изданий с тремя типографиями в придачу купленных в Нормандии обошлись Эр-Сану в скромную сумму 5 миллионов франков. Откуда взялись эти деньги? Еще более загадочно происхождение тех без малого 30 миллионов которые уплачены наличными за фигаро. Как подчеркивали многие обозреватели наличными при подобных сделках платят лишь те кому надо скрыть происхождение этих денег. Почти столько же уплачено за Франц Суар сотни тысяч за каждую провинциальную газету. Каждый раз когда журналисты пытаются задать властям вопрос откуда взялись столь большие деньги те приходят в явное раздражение. Пари Нормандия печатается фотонаборным способом. Гениальной находкой Эрсана было установить наборные машины в Париже в помещении своего агентства печати АКПИ в техническом центре издания. В Руане редакция Пари Нормандия кроме местных новостей информирует пока еще первую полосу. То есть журналисты придумывают заголовки выбирают фотографии и пишут подписи к ним. Но чтобы напечатать эту самую подпись на ротационной машине в Руане ее нужно сначала продиктовать по телефону в Париж. В АКПИ печатник наберет эти две-три строки а фотонаборный агрегат проявит их в Руане. Сложновато зато это позволяет контролировать каждую строчку. В конечном счете Эрсан применяет и хочет распространить на все на все свое хозяйство принцип давно введенный известным американским магнатом печати Херстом направлять из единого центра в разные города. Тайна беззакония в действии Масонство часть третья информации нет нет национальных газет и журналов а есть огромная служба всемирной дезинформации агентство дезориентации увода взглядов мнений по нужному руслу есть пресса мира захваченная евреями те правители которые не были под влиянием масонов в 17 году не могли управлять своими странами ибо везде было двоевластие так про Россию говорили что здесь два царя один в Питере а другой в Ясной поляне который поносил царя церковь и кому общественное мнение мира давало возможно дискредитировать власть царя читающего все по бумажке так же было по всей Европе равновесие было достигнуто параллельно с этим масоны вкладывая в умы всех правителей на серьезной ноте говорить и делать то что позволял центр франмасонства в этой репетиции шел отбор лучших формаций то есть методов управления народом лучших способов подавления инакомыслящих лучших приемов разрушения церкви масон не может быть атеистом их лозунг почему потому что власть должна носить признаки божественности а без веры в бога это невозможно вот почему все масоны предстают в тоге защитников свободы вероисповедания черчилл нынешний премьер-министр великобритании тетчер джимми картер атеизм масонам не нужен и цитадели их бруссель нью-йорк париж никогда не провозглашали безбожие как метод просветленных в числе этих были главари третьего рейха во главе с гитлером наступал новый этап новая проба генеральная репетиция подготовки мира к воцарению ожидаемого корня из дома Давидова монстра ставленника масонов чудовище антихриста мир разбит на два лагеря нужна такая фигура такой человек который по всем признакам подходил бы походил бы на того кто провозгласит себя всемирным владыкой и был найден астматик отравленный во время первой мировой войны в газовой атаке энергичный фанатично ненавидящий красных маляр из строительной фирмы Адольф Шильгрубер будущий фюрер тысячелетнего рейха просуществовавшего неполных 13 лет масоны всегда находят согласно протоколов таких вождей за которыми бы числилось темное дело в прошлом чтобы если он по отчаянии вздумает выйти из-под контроля обнародовать его Альков прежние ступени семейного или общественного алтаря и сами его последователи сметут его за близоруким маляром числилось темное дело убийство фюрером великой нации его племянницы Гелли Раубаль которую он еще 16-летнюю предварительно расплил убийство было произведено из леварвера Гитлера но кто совершил убийство знает один Борман Генрих Мюллер начальник криминальной полиции выяснил что убийство состоялось после того как Гелли сказала Бригитти жене двоюродного брата фюрера Алойза что она беременна от еврейского артиста который хочет на ней жениться судя по всему она сказала что хочет уехать в Вену ее номер в самом дорогом отеле принц реген слад был похож на поле битвы личный доктор фюрера Морел свидетельствовал что он давал ему в день огромное количество наркотиков немцами правил сумасшедший что может быть страшнее в век машинной техники Скорцени говорит что это были желудочные лекарства у Гитлера был поврежден пищевод во время газовой атаки на западном фронте в 1818 году брат Гелли Лео обвинил Гитлера в предумышленном убийстве но он жил в Вене а Вена тогда была столицей Австрии он обратился с просьбой канцлеру Австрии Дольфусу провести расследование поскольку Гелия Раубаль была австрийской подданной Дольфус согласился этим он подписал себе смертный приговор спустя три года он был убит убийство планировал Борман из книги Юлиана Семенова «Испанская встреча» разные люди на первый взгляд коммунисты и фашисты но методы одни и те же никому и ничего не прощать никто не забыт и ничто не забыто начиналась отработка в деталях конструктивный подход к идее воплощения плана устройства всемирного государства во главе с избранными черновые наброски эскизы революции архитекторы космополитизма уже зацементировали и отшлифовали в здании подчиненности одной идеи идеи еврейско-масонского воцарения над миром так в мощных пожарных отделениях репетируют тушение пожара по всем правилам зажигают несколько десятков тонн нефти и бензина и бросают намуштрованных с заданием в считанные минуты пеной химикалий лишить пламя кислорода и погасить его случается что ветер потянет не в ту сторону и пламя перекидывается на соседние постройки и подбирается к жилищу руководителей этой игры тогда они сами жертвуя собой тушат не на шутку начавшийся пожар гитлеру было дано задание построить образцовое хозяйство основанное на разуме порядке точности исполнения замыслов лучшей нации невозможно было избрать как немецкая точность пунктуальность и высокомерие все это в будущем царстве высшей власти антихриста точно так же избирая страну для репетиции безбожия анархии лучше чем русский человек никто не подходил стихийность беспорядочность свои корысти бесшабашность легковерность желание полентяйничать при нетвердой руке хозяина во всем этом виден гениальный ум гроссмейстеров тибетской космогонии отцов мистических обществ Борман будущий наместник Гитлера самый преданный его последователь подбросил идею Гауссгофер основоположник мистического общества Фуле масонская ложа членом которой был Адольф Гитлер профессор составил гороскоп который со всей очевидностью подтверждал необходимость полета гауссмейстера на гауссмейстер гауссмейстер mercant гауссмейстер Внимательно снова выслушай, слушатель, кто управлял половиной человеческого общества, и кто делает то же самое, только другим способом и ныне во всем мире. После войны Карл Гаудгофер убил свою жену и себя. Ему больше не для чего было жить. Но это случилось не сразу после нашей победы. Целый год он ждал, веруя в чудо. Он все же верил, что Гитлер возродится из пепла. Не ждут ли безбожники, что Ленин тоже воскреснет, и потому стоят стражи при гробе, ожидая чуда. Воистину слепая убежденность страшнее цинизма. Тень Гитлера, Борман, обладал реальной властью больше, чем сам Гитлер. Бензин ваш, идеи наши. Борман лимитировал выдачу бензина на притворение в жизнь идей фюрера. Он, однако, не лимитировал выдачу денег тем эмиссарам рейха, которые, начиная с 1942 года, перемещались в Латинскую Америку. Борман, как истый аппаратчик, масон в последних ступенях, занимался проблемой мирового владычества не на словах, на деле. Он готовил опорные точки гитлеризма загодя. «Наши идиоты», — говорил Гитлер, — «потеряли две германские территории, Венесуэлу и Чили. Задача заключается в том, чтобы вернуть эти территории. Припомните свержение Альенде и приход к власти Пиночета». Гитлера любили за то, что вывел нацию из разрухи, дал работу шести миллионам безработным, дал забыть про голод, инфляцию. Вот это-то и будет то, на чем Антихрист обратит к себе большую часть населения Земли. Гитлер был прообраз Антихриста, но и он был жертвой масонов, не будучи посвящен последнюю тайну, что он всего лишь фигура предпоследней величины в их шахматной баталии. Теперь на просторах Европы шла проверка жизненности тех концепций, которые были вынашиваемы Вейцманами и Герцлелем. Шла генеральная репетиция еврейских замыслов. Они наблюдали за схваткой двух гигантов, взросшенных ими в разных условиях, на разных грядках, но обогреваемых одним солнцем. Так говорил Герцин. Гитлер – масон, воюет против масонов в Советском Союзе. Не странно ли, а масон в Америке Трумэн в это время потягивал джин с английским премьером и говорит «Если будет побеждать Гитлер, будем помогать Сталину. Если будет побеждать Сталин, будем помогать Гитлеру». Необходимо, чтобы они как можно дольше убивали друг друга. «Вот ужасный шум, гром и землетрясение, и смятение на земле, и вот вышли два больших змея, готовые драться друг с другом, и велик был вой их, и по вою их все народы приготовились к войне». Предисловие книги «Исфирь» по переводу 70-ти. Потворствуя Гитлеру, отдали ему всю Европу без боя и стали натравливать на большого красного змея. Параллельно шла обработка всех подвластных племен в духе нацизма, превосходство расы арийской. «Но эта раса языческая, она не входит в планы евреев. Для чего же они допустили быть им во главе нации?» Повторяем, шла генеральная репетиция, отшлифовка в деталях, воцарение царя из дома Давидова, а будет из колена Данова. Вот почему теперь, всюду, и с трибуны ООН говорят, что Израиль все делает по методам и рецептам Гитлера. Сионизм, расизм, фашизм. Воплощенный фашизм вполне уместился в то ложе, которое было приготовлено для еврейской нации. Единой, избранной Богом от века и до века. Роль немцев была сыграна, и необходимо было вернуть эту прорвавшуюся воду в нужное русло, сохранив родник. Опытный пожар иллюзионистов полыхал по всему миру. В отцветах его нужно смотреть не верховную ставку, не волчье логово Гитлера, но невидимые тени владетелей швейцарских банков, сверяющих сходство задуманного в деталях и сроках. Пора учения заканчивать. Но дитя разыгралось, вошло во вкус, не дозовешься домой. Почему так долго не открывался второй фронт? Почему союзники оттягивали помощь погибающей, изъязвленной проказой раскулачивания и ежовщины России? Не пришел еще час ее. Кто и почему не позволил напасть Японии на Дальний Восток, когда дальневосточным войскам не было бы помощи ниоткуда? Как нигде здесь видны закулисные переговоры заинтересованных лиц в наибольшей приближенности сражения к подлинному, нешуточному обороту дела. Пожар перекидывается уже и на тех масонов, которые в Англии. Фау-2 на Америку. Потопляемость кораблей союзников растет с каждым днем. Поверженная Европа замерла под пятой высокочтимого ефрейтера. Начавшийся прорыв воды в ненужную сторону нужно было приостановить. Забуксовала военная машина Гитлера. Сдала, рассыпалась. Можно представить, как вздохнули облегченно служители мастерка и молота. Все ими было выверено правильно. И за столом столовой военно-инженерного училища в Карс-Хорсте в восточной части Берлина был подписан акт безоговорочной капитуляции фашистской Германии общества масонов Фуле. Игра закончена. Еще один акт этой всемирной трагической эпопеи окончен. Свечи были погашены. Вот почему, получив о смерти Гитлера известие, Сталин сказал, Да игрался, подлец. Жаль, что не удалось взять его живым. Интереснейшая встреча была бы, и разговор один на один мог бы проходить так. Что же ты, Адольф, не послушался, когда тебе крикнули на место? И не послушался. Ведь тебе дана была до Москвы дойти, директива. А ты вдруг захотел до Урала? Зачем же ты так? Нехорошо. Ведь ты меня пойми теперь. Мне велено тебя вернуть домой и наказать. Игру надо понимать игрой. А ты вон как вошел в роль, что возомнил себя всемирным владыкой. Ведь это и я хотел бы быть таким. Меня не меньше твоего чтут. Тебе кричат Хайль, А мне даже больше чести. За родину, за Сталина. А за тебя так не кричали. И все пленные научились даже про твой капут говорить. Эксперименты, эксперименты. И там, и здесь. Посмотрим несколько таких экспериментов, которые проводили масоны в Германии. Клятва на верность фюреру. Я клянусь в нерушимой верности Адольфу Гитлеру. Я клянусь беспрекословно подчиняться ему и тем руководителям, которых он изберет для меня. Иными словами, здесь полный отказ от собственного мышления, от индивидуальной ответственности, от прежних этических обижательств быть человеком. Нет и намека на то, что есть Бог, который творит в человеке свою волю. Гот мит унс. С нами Бог. Какой Бог? Гитлер. Ему подчинялась вся нация, вся церковь в Германии. Какое счастье для немцев, что Гитлер не пришел к мировому владычеству. Иначе в их пантеоне богов были бы все Миллеры, Риббентропы, Геббельцы. Долгие 13 лет они молились этому ставленнику масонов, их марионетки. С ними был их Бог, их любимый фюрер, их надежда, их озарение. Долгие 62 года Богом в России считают Ленина. Ему молятся, им живут, на него надеются, его именем карают. Но не всегда будет тьма, мрак там, где он теперь огустел. Сталин, Хрущев, Брежнев, эти маленькие башки, неувенчанные нимбом божественности. Их роль только в том, чтобы когда в дальнейшем, при приходе к власти антихриста, когда вся статистика преступления, безнадежно распухшей воровской машины управленческого аппарата атеизма, его неповоротливости и самой низкой производительности труда, когда только существовавший, бессовестного очковтирательства всех и всем. Когда все это будет опубликовано, то после этого кто посмеет звать человека к светлой эре безбожного коммунизма? Достаточно будет назвать несколько цифр преступлений, которые так тщательно скрываемы теперь в странах безбожных режимов, что самая мысль возврата к безбожию будет рассматриваема как античеловеческая, аморальная, преступная. Антихрист опубликует все то зло, которое делается сейчас во всем мире, и особенно то, что делали без веры в Бога, а потом то, что делали веруя в распятого, что под именем Христа происходило в мире. И христианская религия, как религия суеверия и заблуждения, будет поругание и гонение. Гитлер же в полном смысле был прообразом всемирного, сверхнационального правителя, маленький образчик, тень антихриста, всюду и всегда подчеркивающего, что он храним провидением. Такого порядка чистоты подчиненности, подчинения единой цели всех, даже детей, никто не добивался до него. И после него будет только один. Вся Европа повержена у его ног, и магазины без замков. Идет война, враг уже на подступах к Берлину, а народ все еще верит в чудо. Даже кто, что и не давало надежды, продолжали верить. Масоны удовлетворенно потирали руки. Да, план был задуман и выполнен блестяще. История вряд ли откроет имена безвестных теоретиков верховной власти. Атеизму дали возможность еще более расправиться, войти в Романскую империю, ядовитым туманом вползти на острова Альбиона, дать свободу компартии. Работа на полном серьезе и серьезными людьми. Учитесь бороться, борьба на выживание. Азотчи всемирного Вавилона скурпулезно подсчитали потери. Что же, без жертв не обошлось, и их сторонники падали в борьбе. Но цель такова, что все жертвы окупятся, когда они придут к единой власти. А победителей, как известно, никогда еще не судили. Какова роль больным, душевнобольным отводится, признав, что у человека есть высшая цель, царство здесь, на земле, необходимо пришли к таким приказам. рейхляйтеру, боулеру, доктору медицины Бранту, Берлин, 1 сентября 1939 года, поручается под их ответственность расширить полномочия назначаемых для этого поименно врачей в том направлении, чтобы из гуманных соображений неизлечимо больным в случае критической оценки их болезненного состояния обеспечивалась легкая смерть. Гитлер. По опросным анкетам, рассылаемым в больнице, врачи заочно выносили смертный приговор. Конвейер смерти заработал. За год таким образом ликвидировали 275 тысяч человек. Грань между дозволенным и недозволенным исчезла. Недостойным жизни теперь мог оказаться каждый. Вскоре чума автаназии с душевно больных перекинулась на других больных. Узников концлагерей, стариков, военнопленных, иностранных рабочих и тому подобное. В это же время в России был разгул НКВД. Каждый и в любое время объявлялся врагом народа и бесследно исчезал в ненасытном чреве морозильных установок севера. Там газовые камеры и крематории, здесь братские могилы нетленных мучеников. Одна рука и в одно время направляла креатур. Здесь миллионы, десятки миллионов детей, стариков крестьянства. Кто слишком серьезно поверил, что здесь в России наступила эра равенства, братства, тех убирали. Киров, Блюхер, Убаревич, Тухачевский, Постышев, Якир. 5 сентября 1942 года. В полдень я был при специальной акции мусульманок. Так в лагерях называли заключенных, погибающих от голодного истощения из женского лагеря. Ужаснейшие из ужасных. Врач Гаупшар Фюрер Тиле сказал сегодня правильно, что мы находимся здесь в прямой кишке мира. Так как за эту акцию давали добавочный паек, пятую часть литра водки, пять папирос, сто граммов колбасы и хлеба, то эсэсовцы добиваются участия в этих акциях. Из дневника доктора медицины и доктора философии, экстраординарного профессора анатомии Мюнстерского университета, оберштурмфюрера СС, лагерного врача Свенцима Иоганна Пауля Крамера. Кровавая задача обезлюживания захваченных в войне территорий отысконенаселявших их народов возлагалась в основном на передовой отряд нацистской партии на СС. Силами СС там сразу же налаживалась мощная человекоистребляющая и человекоперерабатывающая индустрия с сетью предприятий концентрационных лагерей. Вскоре мы увидим ту же истребляющую руку в Советском Союзе Китае Кампучии. В отрезанных от мира пулеметными вышками и смертоносной колючей проволокой лагерях особенно вымушрованные части СС «Мертвая голова» воплощали в действительность кошмарную модель национал-социализма. Моделирование масонами вечного царства во главе с избранными отрабатывало в деталях ранее запланированные акции. На территории европеидных рас все идет культурно, чисто. Со всех сторон истерзанной масонами Европы сгонялись сюда транспорты, набитые до отказа людьми. В лагерях согласно человекоистребительным фашистским масонским планам производилась селекция человеческого материала по признакам расы по трудоспособности. Высосав из миллионов недостойных жизни силы, их отправляли на операцию смерч, чтобы получить прибыль от мертвого человеческого материала. В дело шли кости, кожа, зубы, волосы. Расфасованный пожистянным банком пепел погибших отсылался в рейх как удобрение. В фашистских концентрационных лагерях от противоестественного союза медицины и национал-социализма родилась антимедицина. Здесь масоны даже и не пытаются закамуфлировать название партии, только добавили слово национальное. Так же, как и в названии революции, великое культурное в Китае, образцовое в Кампучии. От национал-социализма медицина взяла зло, ненависть, жестокость. Под видом медицинских процедур стали совершаться казни. Под видом лабораторий организовывались камеры пыток. Под видом аптек склады ядов. Под видом научных исследований истязания. Как в Советском Союзе, под видом психиатрических больниц страшное лагеря смерти при помощи уколов при вращении инакомыслящих и верующих в идиотов и неизлечимо больных. То, что делается в советских психотюрьмах, было только в лаборатории Гитлера. Все это делают убийцы с партийными фашистскими или коммунистическими билетами, называющие себя врачами. «Тех, кто отвергает эти опыты над людьми, я рассматриваю как предателей и государственных изменников», писал Гиммлер, относивший большую часть человечества к шам и отбросам. В одном из писем доктору Рашеру В Бухенвальде казни военнопленных решено было замаскировать под медицинские процедуры. В конюшне за лагерной оградой открылась лечебница. Работала она ночью. Узники шли на прием к врачам под звуки громкой музыки, льющейся из репродукторов. Точно так же под музыку или заведенные моторы расстреливали в городах большевики свои жертвы, священства, не вступивших в колхоз, подозреваемых сопротивлений власти. Их расстреливали в затылок под видом измерения роста. Запланирована стерилизация целых народностей, искусственная кастрация при помощи рентгеновских лучей, исследование Виктора Брака. Сперва обезлюдить, а затем германизировать жизненное пространство. Таковы были планы масонов. Но так как масоны не из еврейского народа должны выполнить только свои определенные функции, привести к владычеству еврейскую нацию, а затем также будут изолированы, а много знающие ликвидированы. Что же происходит с этим миром? Кто им правит? Не Вселенной, но поступательным движением нации? Физическая природа человека такова, что он никаким образом не может постигнуть причин социального строя, существующего в нашем мире. Он не может понять семейного начала. От него сокрыта та развязка, которой стремится все существующее в этом мире. Как об этом, так и о многом другом он ничего не знает до той поры, пока не обратится к божественному откровению. Выводить в этом отношении какие бы то ни было заключения безумно и чрезвычайно неправильно. Так как помимо откровения у нас нет ничего определенного, откуда мы могли бы подчеркнуть наши выводы и обеспечить себя таким образом необходимой точкой отправления. Посему, имея намерение исследовать духовный невидимый мир, открыть тайную причину греха, тайну беззакония, болезни, смерти, склонности сердца человеческого к злу, мы должны прежде всего разрешить следующий главный вопрос, а именно есть ли у нас откровения свыше, если мы разрешаем этот вопрос в отрицательном смысле, то мы логически прекращаем всякое дальнейшее исследование в этом направлении. Мы здесь не будем вдаваться в прение достоверна ли Библия или нет. всякий человек даже и не решивший этого вопроса в утвердительной форме может тем не менее в пользу для себя вникнуть в объяснение даваемое Священным Писанием в той сложной мировой системе в которой он призван жить. Поступая таким образом человек будет в состоянии проверить это объяснение результатами своего собственного наблюдения общим положением человеческих дел каким оно ему открывается и в сношениях с другими людьми и в печати и наконец он может проверить это объяснение тем внутренним состоянием которое он находит в своем собственном сердце и может случиться что благодаря свету проливаемому библейскими объяснениями на тайны и запутанности в человеческой природе и в истории человечества пытливый ум не только дойдет до понимания этих тайн ибо не всегда будет там мрак где он огустел но даже что несравненно важнее убедиться что тот свет с помощью которого он производил свое исследование поистине исходит от Бога священное писание заявляет что положение человечества во всех фазах его развития есть последствия того пробного жизненного пути на который решились вступить наши прародители без Божьего благословения нарушив при этом его определенную заповедь затем писание нам сообщает что мысль об этом опыте явилась не у человека а была ему внушена духовным существом обладавшим великой мудростью и силой это существо захотело руководить человеком в его духовных делах оно захотело руководить и земным его поприщем нам не открыто какой конечной цели стремится сатана отделяя человечество от Бога и привлекая его к себе нам известно одно только а именно что сатана ищет поклонение себе кроме того явно что это существо не обнаружило своего желания повредить человечество и подвергнуть его истреблению напротив того оно представило себя заботящимся о благосостоянии рода человеческого и стремящимся помочь людям достигнуть лучших результатов но без Бога не зная священного писания о сатане многие люди готовы оспаривать ту истину что мир следует за ним тут спор неуместен всякий человек согласится с тем что все людские предприятия главным образом направлены к улучшению здешнего мира и к достижению наилучших жизненных условий но без Бога кто же наконец Бог мира сего другими словами кто его духовный руководитель и организатор кто та личность с преднастертаниями которой согласуется действие нашего мира кто дает им известное направление сам сатана заявил что ему принадлежат все царства мира и слава их я кому хочу даю ее это заявление чрезвычайно поразительно но оно не ложно так как священное писание подтверждает его несколько раз говорят что сатана князь и бог мира сего иоанна 12 31 14 30 16 11 деяние 26 18 2 коринфян 4 4 мы желаем проникнуться важностью этого заявления и затем исследовать его достоверность с помощью наших наблюдений над этим великим и сложным мирозданием окружающим нас далее священное писание сообщает нам что наши прародители были увлечены мнимыми преимуществами того нового поприща на которое их влек сатана причем главной отличительной чертой этой новой жизни по представлению сатаны являлось преуспение или самосовершенствование человека при его стремлении к знанию и к усвоению этого знания первая человеческая чета перешла на предложенный ей путь этим поступком она придала весь род человеческий последствиям своего выбора из которых в ближайшем была смерть или отлучение от Бога здесь мы опять останавливаемся чтобы отметить следующее явление Библия единственная книга дающая нам объяснение поразительного факта смерти неверующие философы могут игнорировать смерть но почему же приходится умирать человеку философия оставляет этот вопрос без ответа поэтому согласно писанию в мировом порядке окружающим нас мы видим последствия принятия людьми планов сатаны и подчинение их и его руководству причем Богу в его премудрости угодно было допустить выработку этого плана до наступления его срока когда этот план достигнет своей роковой разрядки в библейском рассказе следует отметить особенно тот факт что план сатаны представленный им первой чете заключал в себе именно все то к чему стремится природный ум как желательной и вполне законной цели будете как Боги говорит сатана будете и к этой цели ведет он человека знающего эту заповедь и наконец приведет к тому что человек греха сядет во храме как Бог выдавая себя за Бога для выполнения этой цели он составил целую организацию масонства и наконец евреи провозгласят царя своего Богом всемирного князя тьмы и падший человек поклонится ему к этой цели приводятся все народы на них идет сейчас очередная репетиция смогут ли люди человека принять за Бога здесь Ленин ему и первый номер партийного билета такой же честь и требовал Гитлер Мао Палпот и Янгсарист это же пытается сделать сегодня над человеком награждая его на старости лет орденами называя героем многократно но вот он умер и куда делась вся его мудрость где поклонение ему на новом пути являлось только одно препятствие заповедь Божия но оказалось произвольным повелением при помощи благовидного рассуждения это препятствие было уничтожено премудрость Божия и любовь Творца налагавшие это запрещение были подвергнуты сомнению тут человек впервые начал совершать то к чему он так склонен с тех пор а именно впадать в сомнение и в рассуждение насчет советообразности божественной заповеди один словом он сделался высшим критиком то есть существом осмеливающимся подвергать разбору Слова Божия вот каким образом люди приступили к выработке изумительного плана устройства мировой системы на основании сатанинских принципов отчет об этом важном событии данный нам в священном писании чрезвычайно краток но каждое его слово заключает в себе бездну божественного поучения краткое сообщение это одна из заключительных черт божественного откровения а потому никакой человек писатели не могут представить нам это событие в таком виде господь нашел нужным дать нам в краткой форме только описание этого события которое является причиной всего того с чем мы сталкиваемся в окружающем нас мире рассказ читаемый в третьей главе книги бытия мрачен по своей краткости лишен каких бы то ни было прикрас повествователь описал это страшное событие со сверхчеловеческой простотой и с удивительным спокойствием он не человек он не может злорастовать при описании великого падения и неизмеримого несчастья эта трагедия коснулась всей вселенной сердце божие глубоко озорчено происшедшим он лишен объяснений поучений и увещаний этот текст мы не замечаем попыток приукрасить эту сцену нигде не наблюдается человеческой склонности к увлечению не впечатления через прибавление лишних слов с самого начала заповедь Божия подвергается критике причем ставится вопрос подлинно ли сказал Бог не ешься ни от какого дерева в раю затем мы наблюдаем общую всем людям склонность их сердца успокаивать это сознание своей ответственности рассуждением о целесообразности запрещения Божия в данном случае это явление повторяется много раз в жизни всех сыновей и всех дочерей Евы с тем результатом что ясно выраженная заповедь теряется из виду среди споров вопросов и доказательств и нам следует этого ожидать принимая во внимание то обстоятельство что теперешнее положение человека является последствием допущения в сердце человека сомнения и подозрения насчет выраженной воли Божией допустимо только выше приведенное объяснение другого у нас нет склонность к неверию и критическому разбору Слова Божия есть общее достояние всех потомков Адама и Евы эта наследственная черта обыкновенно не выражается в полном отвержении Слова Божия в отречении от него но согласно случаю в раю когда человеческому сердцу впервые был дан как бы привит микроб неверия высказывается особенно часто в форме желания затемнить значение Слова Божия то расширяя то сокращая его иногда она устраняется объяснениями причем людьми высказывается похвальное уважение к духу а не к букве что означает произвольное понимание ясных заповедей Божиих служащим только предлогом к пренебрежению ясной буквой многие религиозные учения пользуются успехом у человека благодаря их вероятию следы это учение располагает нас к себе тем что оно как будто выступает на защиту самого Бога против обвинения его в страсти суровости вы несправедливы к Богу говорит великий вопрошатель полагая что он способен покарать человека смертью за поступок сделанный им из похвальных чувств таким образом на радость многим людям оспаривается возможность осуждения человека на вечную смерть причем приводится произвольные указания на любовь Божия и на милосердие его такая религия охотно принимается невозрожденным сердцем побуждение заставившей женщину и мужчину совершить запрещенный поступок было их стремление к самоусовершенствованию им было дано обещание что они станут богами куда бы мы не посмотрели вокруг себя мы всюду видим что эта цель и поныне служит главным побуждением в жизни всего человеческого общества из книги Филиппа Моро дьявол князь мира сего Евангелие собственной личности главным образом самовосовершенствования старательно проповедуется не только руководителем мировых систем равнодушными к религии вообще но даже знаменитыми богословами так в речах произносимых с кафедр пасторами священниками и архиереями слышится восхваление успехов противохристианских режимов которые зовут к благим действиям но без бога нынешний мир поклоняется прогрессу и назначению человечества но где и как понимается этот прогресс в Германии под этим словом понималось покорение более глупых наций более мудрой чистой чтобы из всего мира сделать рабочий скот в угоду одной нации безбожный режим решил вывести новый тип людей которые были бы автоматами к этой теме мы возвратимся рассмотрев к чему привел прогресс красных хмеров с принятием Адама и его учения предложиваем сатаной последний сделался наставником человека в его духовных и мирских делах влияние сатаны в этой области с тех пор не прекращалось и по сей день он руководит всеми теми потомками Адама которые не возродились от последнего Адама привыкший отождествлять князя мира сего главным образом с развращением пороком и преступлением которым предается низший слой человечества мы выпускаем таким образом из виду другую сторону характера сатаны и не понимаем сущности его намерений по отношению к его подданным мог ли бы дьявол мы спрашиваем себя в том виде в каком он вообще представляется христианом добиться власти над человечеством священное писание говорит о дьяволе как о высшем творении он превосходит достоинством даже от ангела Юда 9 является особенным существом этот факт очень важен для объяснения условий жизни истории человечества противоречий и тайн человеческой природы уразумев истинный характер того существа с которым наши прародители вступили в сделку мы в силах разрешить величайшую проблему волнующую душу человеческую первый человек пользуясь правом выбора подчинил сатане всех своих потомков последний старался и продолжает стараться направлять людей не к неизменным целям он лечет их выше он помогает им достижение наилучших результатов его успех в этом деле доказывает его великую мудрость и силу не достижение же им лучшего результата служит нам указанию на тот факт что он ни в мудрости ни в силе не может сравниться с Богом тот факт одновременно доказывает как Бог необходим для жизни и благоденствия человека таков первый урок для каждой вещества сатана не совместно вполне надеялся на свой план и на свое умение ввести это новосознанное человечество в условия самоудовлетворенности и самодовольства на основании этого мы уверены что сатана огорченый обман в своих ожиданиях видя повсюду испорченность пороки и недостатки он дошедует на безумие развращенность своих последователей предпоситающих высшим идеалом и благородным стремлением порок преступления и нечестность сатана понимает Бога несравненно лучше нас так как он сознавал какой простор свободы действия открывался ему в случае привлечения людей на свою сторону и подчинения к своему руководству при составлении своего плана сатана не мог предвидеть во-первых того дивного дела искупления которое было предначертано и совершенно бесконечной премудростью Божией его любовью смотрите все в результаты этой великой попытки этого взаимодействия дьявола и человека эти результаты стоят перед нашими глазами попытки эти поистине велики и внушительны по своему обилию и равнообразию посему посему несмотря на все людские неудачи обманутые надежды падения грустные темные уродливые явления жизни немогущие скрыться от нас мы принуждены осознаться что Бог века сего личность обладающая великим разумом и замечательной находчивостью стоит только посмотреть на те колоссальные попытки какие предпринимают все культурные учреждения мира учат без Бога но хорошему не материтесь но найдите хотя бы одного безбожника который бы не сквернословил будь он хотя бы первым секретарем крайкома сходитесь по любви и вот по любви сошедшиеся тут же разбегаются оставив на память ребенка не курить это нарушает здоровье сколько статей на эту тему где говорится что от табака погибает в 5 раз больше чем на всех автодорогах мира почти полтора миллиона людей ежегодно заболеваемость курящего 20 раз выше чем у не курящего это раки легких и что же многие не курят пить нельзя а в стакане погибло больше чем в океанах мира кто не пьет если человек не пьет алкоголь то сразу спрашивает ты что баптист а почему не спрашивает ты что коммунист разве плохо составлен моральный кодекс коммунизма но кто его из безбожников исполняет этого строителя коммунизма когда один метод не получается здание уже готово рухнуть дьявол дьявол в отчаянии хватает грязь энергично штукатурит и кричит все в порядке это только злопыхатели которые не понимают генерального курса партии не желают помочь нам в строительстве светлого будущего но вот здание рухнуло дьявол не отчаивается но тут же на новом песчаном холме начинает новую пятилетку новую подписку заема новую компанию всюду мы замечаем в различных частях этой мировой системы неуклонное стремление к расстройству беспорядку и разрушению эта удивительная система заключает в себе миры среди миров мы слышим разговоры о политическом мире о мире мод о мире научном о мире спорта о финансовом мире о торговом мире и о духовном мире всякие каждый может удовлетворять свои вкусы в этот удивительный мир включаются монархические республиканские деспотические начала законы обычаи предания общество синдикаты тресы банки клубы братства высшие учебные заведения театры скачки дома терпимости санатории исправительные заведения тюрьмы дома улишенных суды законодательные власти конференции газеты журналы телевидение моды культы дипломатия спиритизм как эти так и все остальные проявления беспокойной порывистой и лихорадочной деятельности в связи с организациями и изобретениями носят на себе громкое имя цивилизация ее знаменитая задача заключается в наступательном движении и подчинении всей земли человеку эта система может удовлетворить каждого человека она угождает нравственному человеку религиозному человеку мыслящему человеку доброму человеку чистолюбству дружиннику образованному лентя и порочному человеку подумайте если предварительно сатана развратил людей пьянством от которого страдает сейчас весь мир а потом он когда исполнит обещание вы иди как боги и человека сделает богом антихриста провозвратить его высшим всех тварей и он всескверный благодетель отменит по строжайшим запрещениям пьянства то кто не полюбит его из тех кто и страдался от пьяных полчищ во всех странах таким страдающим социалистических и капиталистических странах он принесет только одним этим декретом спокойную жизнь радость нужно будет учесть что то зло которое теперь приносится пьянством которое разливается пьяными реками в алкогольных берегах особенно в гражданские религиозные праздники по случаю радостных горестных событий по случаю аванса получки рождений смерти успеха и неудачи это зло допускается и поощряется выпуском миллионов тонн крепких напитков потребление на душ населения СССР занимает ныне первое место в мире только для того чтобы потом при воссорении антихриста этого вожделеннейшего обновителя мира и благосостояния народа в кавычках показать всем что вот куда вас завели раньше ваши безмозглые руководители капиталисты коммунисты но никто не будет знать что они масоны служители кагала все эти века отравляли народ океаном водки для своего успокоения они говорят что то зло в каждой области которое они творят ныне будет оправдано тем всемирным благоденствием которого они добьются и всем постоянно будет вдалбливаться духом лжи подобным трем жабам исходящим из уст лжепророка зверя и дракона откровения 16-13 которые подобно этим тварям болота и грязи непрестанным повторением одного и того же будут гипнотизировать мир подобно тому как сейчас на западе свердят день и ночь что там свобода подлинная демократия свобода подлинная демократия на кому непонятно это продажная свобода умереть в любое время от руки безумевших наркоманов точно так и здесь в России подготавливают эти жабьи духи народ к бессмысленному повторению одного и того же выполним перевыполним выполним перевыполним и в это никто не верит потому что сделанное со знаком качества тут же на заводе разваливается как саморазваливающийся кирпич и дороги ведущие к коммунизму разбитые через неделю после сдачи и получения за эту работу премии за досрочные с качеством данные но теперь это только репетиция оболванивания а тогда сам во всей силе и ярости придет дух самосущественной лжи отец всякой лживой пропаганды теперь идет обработка скотов гоев превращение их бессмысленно спиртованных животных как мы это видим на наших современниках и настолько ослепленные люди духом торжественного и победоносного шествия и день и тя Адольфа Мао Попота что если кто укажет на какой недостаток от которого можно было бы избавиться если бы человек уверовал в Бога то рядовой раб отчий отвечает вы только плохое видите это отдельный случай а так вообще все хорошо и молодежь у нас хорошая если будет война то она эта молодежь себя покажет задача состоит в том чтобы вся земля застонала от того зла которое в гуманных целях сеется на поле врагом человеком и вот тогда в момент наивысшего разочарования во всех правителях мира все возжаждут крепкой руки мира трезвости равенства доступного царя премьера и тогда только услышат все что все что у Израиля есть именно такой любящий кроткий милосердный доступный для всех как Ленин вот почему вначале лишь они и показали что может быть правитель таким доступным вникающим в горе каждого разрешающий обиду всех по справедливости невзирающий на кастовость и класс человека и затем дали на арену величайших тиранов вампиров подобно Сталину и Гитлеру чтобы все тосковали и говорили все эти годы о если был жив Ленин то разве бы то было разве мы так бы жили это видно уже сегодня когда поносят правители и смеются на них глядя кому не ясно что для смеха масона довели руководящий состав Кремля до запенсионного возраста ниже 60 лет почти нет никого дом престарелых честолюбцев пожизненных первосвященников от 15 республик ведь никто ничего не говорит хотя все понимают что ради даже того эфемерного царства ради построения блага на земле если они действительно добра желают своей нации одурациному рабочему люду то должны были бы лет 20 назад добровольно уйти дать место новым молодым кадрам новым идеям энергии которая таится даже в их касте молодых на таком простом деле на этой мекине проводят всех тому рубежу за которым начнется вопль дайте нам царя как у прочих народов 1 царство 8 5 это всескверные являются тогда когда в народе будут стоять вопль стон и великая печаль что некому защитить их от того поношения которое сделали над ними эти пришельцы аммонистские 1 тарс 11 мирным мирным путем придет бог дана аммон 8 14 во всем уподобляет христу 2 коринфянам 11 14 этому ангелу света малахи 3 1 и 1 2 2 2 2 3 3 2 3 13 раз. Сейчас приходится на 3 из 4 десятых условно работающих человек, один пенсионер. Но если такими же темпами будет рост алкоголизма, а следовательно такое же число рожденных, зачатие которых было в пьяном виде, то через 17 лет в СССР будет на одного работающего 4 пенсионера. Уже сейчас эта страна превращается в лагерь сумасшедших воров. Конечно, за то, что сделали наши отцы, предав Россию и сию, рагу, разрушив всю культуру, взорвав почти все храмы, лучше мы недостойны. Есть рассказ, что когда один праведник молился и говорил, «Да чего же ты, Господи, дал нам такого царя?», то Божий ответ гласил, «Да, оба вам хуже, да не нашлось. Горе живущим на земле, а на небо мы недостойны. Покончу с наркоманией во всех видах, с табаком и всеми видами допинга. Кто не поддержит такой лозунг? Но кто поймет, что все эти годы делалось все, чтобы народы погрузили в самую пучину безобразий и гуманных, в кавычках, недоразумений, ошеломляющих амнистией неисправимым преступникам и рассидивистам, блистательных речей защитников на суде, безобразничающих ораторством и краснобайством за взятки, кто ныне видит, что все это делается только за тем, чтобы привести народы к кризису морального разложения, чтобы потом дать рецепт избавления от всех наростов ненормальностей и извращений судебной практики и в производстве. Но при условии принятия их креатуры, могущей исцелить язву общественных неурядиц, уже сейчас эти балаганные выборы, издевательства над мыслящим творением Божиим довели людей до полного равнодушия к тому, кто будет во главе государства. Гинастическое вахханалие престарелых бездельников сделало народ неспособным даже к слабому мышлению. Голосуем, если привезут пиво и воблу, а за кого? Что? Выбирать некого. Криатура одна, предпочтение отдана пороку, а не добродетели. И участвовать ныне в этих шутовских выборах, где бы это ни было, грех, ибо это могла бы сделать и скотина, переложить бумажку с места на место. И вот эта система, вожделенного народом, будет удовлетворять каждому по его вкусу и запросам. И не принять такого избавителя от международных скорбей и пороков, кто не проголосует за него. А если кто не примет его, то само народное мнение заклеймит такого, как врага народа и смытьяна достигнутого спокойствия. Или дети, будущее народа, заложено в них, как в продолжателях начатого. Проблема воспитания юношества труднейшая, как говорит великий врач и педагог Пирогов. Если труднейшее дело воспитания юношества, то что будет с теми детьми, которые не будут воспитываемы в правильном направлении? Так вырастают деревья в лесу, телята в загоне. Но что будет, если воспитывать, но неправильно, во зло их душам? Это уже не звери дикие не обузаны, а гибрид человека и беса. Главная беда – это духовный кризис, в который закоивается ребенок буквально с пеленок. Начиная с решения ребенка крещения, напоения его нравственным пороком, безбожием, цепным сом масонства. Ребенок скармится не чистым, словесным молоком Слова Божия, а молоком бешеной атеистической пропаганды. Нет Бога! Происходит невиданное до сели, целенаправленное, осознанный процесс. Производство детей-убийц и самоубийц. Это стало процессом стихийным уже, неуправляемым. Но подтолкнули к этому масоны с дальним прицелом, развратив молодежь покончить со всеми национальными устоями и обычаями, с верой в Бога, для создания космополитического поколения, разортировавшихся во всем. О политических, погрязших в разврате чувственных удовольствиях. Когда в одной школе спросили девочек, что самое главное в их жизни, то они ответили, косметика и мужчины. На этот же вопрос юноши ответили, деньги, деньги, и еще раз деньги. Но вот как распорядиться деньгами, их не научили. Предлагаемые статьи Генриха Боровика, собственная корреспонденция АПН, расплители. Ясно говорится только о том, что делают масоны. Не сами, конечно, ибо масон должен быть высококультурным, верующим, как преподаватель в осветной школе, нынешний президент Бабкист Картер, чтобы ничего не опустить. И в то же время дать вам ясное представление того, как хитроумно поступают масоны, одновременно развращая гоев и приготовляя единое средство избавления от этой чумы. Вакцина заготавливается в бункерах Тель-Авива и Брюсселя, Вашингтона и Москвы. Правители обо всем, что совершается в их владении, хорошо информированы, но ничего не делают, чтобы спасти погибающих. Ничего! Почему же? Ведь назначение правителей в том и состоит, чтобы заботиться о благосостоянии нации. Да в том и благосостоянии нации, чтобы над ними царствовал не политик-изломщик квартиры, а просветленный. Считаем статья. Расплители. Последние 4 года жизни Сэнди Даглас зарабатывала съемками и порнографических фильмов в журналах, затем проституцией. Ее трижды арестовали, на всякий раз отпускали, даже не установив домашнего адреса. Она умерла недавно от слишком сильной дозы наркотика. Перед смертью ей исполнилось 12 лет. Об этом тяжело писать. Постепенно вырисовывается такая картина. На территории США в последние 4-5 лет выросла до гигантских размеров порнографическая промышленность, которая специализируется на детях. Америка превратилась в мирового лидера по производству таких фильмов и их экспорту не только в Западную Европу, но и во все уголки земного шара, где находятся покупатели. Центры этой промышленности Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго. Филиалы съемочных студий, разбросанные по многим другим городам. По всей стране, особенно в провинциальных районах Среднего Запада, путешествует группа фотографов и кинооператоров, вербующих детей для своего бизнеса. В стране издается около 300 разных порнографических журналов, специализирующихся на фотографировании, прямых половых актов между детьми и взрослыми. Их названия лолиты, куколки, игрушки и тому подобное. Тиражи огромные. И тому... Издаются они на таком же высоком полиграфическом уровне, как сам журнал Time или Newsweek. Печатаются на такой же высококачественной бумаге, может быть, в тех же самых типографиях. Занимаясь детьми, страдающими от наркомании, Дэнсон Гербер стал расспрашивать их о том, как пришли они к наркотикам. И почти во всех случаях оказалось, что дети наркомана вначале были жертвами порно-бизнеса. Некоторые находились в его лапах несколько лет, начиная с 7-8 летнего возраста. Изучая влияние чудовищного бизнеса на его жертвы, профессор Гербер и ее коллеги пришли к выводу, что это влияние губительное и практически необратимо. Нарушается нормальное развитие психики и интеллекта. Все жизненные силы ребенка канализируются в одном направлении. Подрываются основы человеческого духа. Наносится непоправимый вред общему физическому здоровью и физиологической структуре организма. Кто прошел через эту индустрию в детском возрасте, всю свою остальную жизнь будет существовать лишь физически, как живой труп, как оболочка, из которой выхолощена душа. Душу растопчут, личность, еще только начавшуюся складываться уничтожат. Да и физическое существование этих маленьких мероприцов недолгое. Они кончают проституцией, неизлечимыми венерическими болезнями, наркоманией, нередко помешательством и ранее, иногда насильственной смертью. Только за 1976 и первую половину 1977 года порнографическая индустрия США вовлекла в свою губительную орбиту 300 тысяч детей младше 12 лет. Только в одном Лос-Анджелесе, по данным полиции, детскую порнографию в детскую, было втянуто со 1976 год 25 тысяч детей младше 16 лет, с 5000 до 12 лет и несколько сот малышей, не достигших воздельного возраста. Время, прошедшее света прошлого года, не принесло изменений в лучшую сторону. Это означает, что за последние три года в Америке через индустрию детской порнографии совершено коммерческое распление почти 500 тысяч детей. Число жертв все увеличивается, а их возраст все уменьшается, подчиняясь требованиям рынка. Известно множество случаев, когда в самых скабризных позах со взрослыми снимали для кино и журналов трехлетних девочек. Рядом с этой новой индустрией детской порнографией бок о бок существует древняя проституция. И здесь в последние 4-5 лет дети заняли тоже огромное место. Мне сообщили в Одессе-институте общественной организации, которую основала профессор Дэнсон Дербер для изучения проблемы с эксплуатацией детей, что по мнению специалистов в США в настоящее время постоянно вовлечены в активной проституции более миллиона детей до 16 лет. Среди них 300 тысяч мальчиков. Только в районе знаменитой 42-й улицы в Нью-Йорке постоянно в расположении подонков 2 тысячи детей. генерические заболевания среди них приближаются к эпидемическому уровню. К этому следует добавить, что разгул детской порнографии стимулирует еще одну проблему. Резкое увеличение числа сексуальных насилий взрослых над детьми. В последнее время в Америке регистрируется в среднем 100 тысяч таких насилий ежегодно. Правительственные данные. В том числе насилие внутри семьи. В Адесе-институте мне показали книжку с рисунками, в которой даются советы взрослым, как подойти к маленькому ребенку в парке, как незаметно увезти его, как совершить насилие, не оставив по возможности физических следов преступления. Книжка издана в Америке большим тиражом. Продается свободно в одном из лучших книжных магазинов Нью-Йорка Брентана. Покупателям предлагает роскошно изданный эротический альбом для маленьких детей. Он состоит из рисунков, которые нужно раскрашать цветными карандашами. Так сказать, подарок малышам. Что же за существа? Не поворачивается язык называть их людьми. Создали новую индустрию уничтожения детей. Подлецы, находящиеся на самом дне американского общества. Подлецы, да, изуверы, да, но расположены они вовсе не на дне общества, и даже не просто на поверхности. они поближе к вершине, к высшему, что ли, свету. Нынешний уровень широкого общенационального бизнеса, а тем более с выходом на международный рынок, требует, чтобы во главе его стояли профессионалы своего дела, обладающие большими связями внутри страны и за границей, имеющих коммерческое и не помешает юридическое образование, обладающие недюжинными знаниями в психологии. Но если этот бизнес официально незаконен, то его хозяева должны иметь поддержку весьма влиятельных сторонников в мире легального бизнеса, законодательных органов, адвукатуры, судов. В пригороде Чикаго прибыльным делом детской порнографии занимался известный врач знания психологии. В Новом Орлеане группа видных бизнесменов, которую возглавляли три миллионера экономическое образование, капитал, связи, представители высшего новоорлеанского света и педагог-психолог, хозяин детского лагеря бойскаутов. В городе Винчее, сири, штат Сенеси, уничтожением детских душ занимался 47-летний священник Клаудис Вермайли, чей сам оказался весьма удобным прикрытием. Под видом помощи бредсизорным детям он организовал детскую ферму приют в сельской местности, куда прикажал взрослых подонков и где всегда имел в своем распоряжении группу высокопрофессиональных кинооператоров и фотографов. В Хьюстоне полиция обнаружила в ангарах принадлежащих крупному бизнесмену Рой Эймсу вклад материалов детской порнографии готовых к отправке включая 15 тысяч цветных слайдов, несколько тысяч иллюстрированных журналов и более тысячи короткометражных фильмов. Одним из крупнейших поставщиков детской порнографии в штате Нью-Йорк был известный бизнесмен с международными связями некто Эдвард Мискин. Впрочем почему я говорю был. Мискин действительно был арестован полицией. По закону он мог получить 7 лет тюрьмы но вместо этого суд приговорил его к 6 месяцам тюремы уикендов. В течение 6 месяцев осужденный должен проводить в тюрьме одну мочь в неделю в субботу но в субботу я думаю что такие наказания бывают лишь для героев венских опереток. Однако люди которых я перечислил эти все мерзавства только среднего звена. Состоящие хозяева выше имена их пока неизвестны. Не забывайте о чем мы слышали кто этот мир развращает и кто этим же делом только в другой форме занимается здесь в Союзе. Индустрия массового уничтожения детей а именно уничтожение и что иное дает колоссальные доходы которые калькутируются с тянем и аккуратностью присутствующими всякому большому бизнесу в Америке. Мне рассказывали об этих калькуляциях. Журнал или фильм детской порнографии стоят несколько раз дороже обычного порнографического журнала или кинофильма. Чем младкий объект съемки тем выше цена продукции на рынке. Себестоимость одного фильма не более 200 долларов. Чистый доход только продюсера за этот фильм несколько тысяч. Чистый доход всей промышленности детской порнографии оценится в Сесарисе более чем в 1 миллиард долларов ежегодно. Подобные доходы требуют огромного числа новых фильмов журналов и конечно детей. Индустрия работает конвейерным методом. Выжатых детей очень скоро выбрасывают из бизнеса выгружают вилами проституции наркомании преступность и вранье смерть и набирают новых. Откуда же убийцы берут такое количество жертв? В Америке до этого существует по крайней мере два покаянных источника. Первый бездомные дети бежат от своих родителей. Этот рынок сегодняшней Америки огромен. В ежегодно в стране бежит от своих родителей более миллиона детей. Официальные данные полиции. А вот сколько бежит в Советском Союзе не указано. Но только каждый вид преступлений здесь в пересчете на тысячи населения в несколько раз выше. По Америке уже прокатилась однажды огромная волна беглых в 60-х годах. Что были в основном дети обеспеченных родителей бежавших от жестокости общества. Бегут дети из распадающихся семей. Их процент сейчас США огромен. Есть графства, где из каждых 100 браков 75 кончаются разводами. В Советском Союзе только за последние 19 лет количество разводов увеличилось в три раза и четыре десятых. 60% новой волны беглых девочки. Особенно остро чувствующая жестокость. среди беглых гораздо больше белых, чем черных. Может быть потому, что черным просто не подбежать. Пока это жестокости сильнее оказаться на улице без средств существования. Дети тонут жестокостью общество равных возможностей. Чтобы узнать, что и здесь такое же, пойдите каждый на железнодорожный вокзал и посмотрите, что делается. Дети, а средний возраст беглых 11-13 лет, с каждым годом он уменьшается. Встречает на улицах только одну равную для них всех возможность выжить. Идти на попечение Сутенера или вербочика для новой энергично развивающей индустрии детской порнографии. Детей продают фотографии их родителей. Это кажется невероятным, это так. Только один рутинный полицейский рейд в Лос-Анджелесе обнаружил на порностудии обычно это комната в дешевом отеле или собственный дом продюсера. Двух девочек 3 и 10 лет или мальчика 15 лет, которых привели туда родители. За каждую съемку они родители получали по 100-150 долларов. Разговор идет не о двух-трех патологических случаях. Разговор идет о постоянном источнике сырья для новой индустрии. Это противоречит родительскому инстинкту, даже если бы он находился только на животном уровне. но в американском обществе есть инстинкт более могучий, чем материнский деньги. Может быть так поступают родители, которым, скажем, грозит голодная смерть? Ничего подобного. Родители, которые продают своих детей порнографию, рассказывают мне Стив Хаспинсом. это обычно вполне обеспеченные люди. Ими движет не страх перед голодной смертью, а желание заработать побольше. Не можно о чем. Кстати, профессионалы, работающие в области детской порнографии, обычно снимают для журналов фильмов своих собственных детей. выгодно. По американскому телевидению я видел беседу, которую известный американский десерт вел Дэвид Стас Кайн с четырьмя профессиональными проститутками. Это были несчастные и тяжелые существа. Состоятельные, молодые, особы, благополучные. все четверо замужем, у двух есть дети. Они спокойно рассказывали о своем ремесле, подчеркивая, это не считают его предосудительными. Того же мнения придержатся их мужья, от которых жены не скрывают своих побочных занятий, а работают их ведома и одобрения. Одна объяснила, что занимается этим, поскольку они с мужем решили скопить деньги на собственные гонки. Другая сказала, что ее деньги нужны для того, чтобы муж мог получить высшее образование в здоровом колледже в 8000 долларов в год. Третья поведала, что ее заработок идет на то, чтобы утирать нос соседям, покупать каждый год новую машину. Четвертая же, не сразу давать подробности, просто заявила, хоть ее муж и сам хорошо зарабатывает, но лишние деньги никогда не помешают. Они говорят, спокойно, убежденные в своей правоте и без тени смущения. Правда, и близко по договоренности с организатором передачи были несколько затемнены, что прохожие потом не представали на улицах с предложениями. Дальше работают через специальные респектабельные конторы, которые подбирают солидных клиентов. Но соседи и знакомые конечно все равно легко могли бы узнать их по голосу, манерам, жестам, но значит и все не видели в этом ничего предосудительного. Может быть даже завидовали. Вот это как хорошо устроили. Каждое общество вырабатывает те моральные условия, которые соответствуют его сущности. Я говорю о полумиллионе детей, вовлеченной в гибельной индустрии порнографии, о миллионе брошенных в проституцию, полтора миллиона детей, обреченных на духовную и физическую гибель. И каждый день к ним прибавляется все новое и новое. Их судьба не может не волновать людей, где бы они не жили. Мы не вправе требовать, чтобы на капиталистском холме был принят закон, по которому Америка будет любить своих детей больше, чем деньги. Но мы вправе требовать прекращения преступления, которое сегодня совершается в Америке, которое отличается от уничтожения детей в газовых пищах или у края рва только тем, что здесь оно происходит медленное и ради наживы. Вот здесь не мешало бы Генриху Боровику, советскому корреспонденту, написать сколько гибнет детей в больницах еще нерожденных, сколько сейчас брошенных, их можно только видеть, когда родившие матери бросают их прямо в больницу. Вот видите это в светлом костюме, это Джей-Джей, уличная кличка, один из самых богатых здесь, предположим мы его арестовываем, он тут же нанимает лучшего адвоката от явного подлеца и тот нагло доказывает, я сам такое видел, что девочки не 12, это все 18, ведь знает же, что ей 12, знаете есть метрическая свидетельство, документ, у таковых нет документов, у каждого доходного бизнеса есть большие покровители, не законы надо менять, а стиль жизни, нас самих кругом ложь и полу ложь, в Нью-Йорк ежедневно приезжают сотни тысяч беглых детей со всех концов страны, не мало ли двух человек в одной машине, которую поймали, безумно мало соглашается маги а почему мало приюта потому что не хватает но пресса молчит и фенат лицемерит кто не согласится что избавление от такого кошмара есть благо великое кто сегодня из претендентов на президентское кресло в белом доме или кремле сможет дать панацея избавления от гангрены детских душ только христос может избавить от этого безумия но сатана говорит что и он может это сделать только нужно ему чтобы поклонились все и добровольно ибо человек создан богом со свободной волей данные о преступности в советском союзе не публикуется потому что это не входит в замыслы масонов но она в несколько раз выше чем в самом высокопреступном обществе за всю историю мира и этот жупел хранится до последнего дня перед провозглашением выдающего себя за бога пришедшим во имя свое когда он скажет вот народ от чего я спас я спас вас от именуемой гибели от которой не могли спасти вас никто никакая власть никакая религия никакие меры только я сделаю так что истреблено будет главное зло вырву корень всякого зла деньги доллары и рубли и зиму из обращения всю валюту во всем мире и уничтожу все виды преступлений и взяток но возможно ли что у безденежных знаков могло существовать общество нормально функционировать быть счастливым всеобъемлющей справедливостью и этот фунт был тщательно продуман масонами все развитие техники электроники имело далекий прицел в конечном случае высосать все золото и золотые запасы мира в руки евреев из-за каббали все народы под эгидой зверя с семью головами под полнотой его кибернетической памяти компьютеров и вычислительных центров всем голов мыслящего тирана устрашать всех его все проникающие информации о каждом подданном возвысит его авторитет независимо нет какого мозгового центра всей полноте человеческой мудрости не поэтому ли не шесть у него голов как должно быть по идее человечество ибо цифра семь принадлежит только всемогущему создателю божественной премудрости вероятнее всего воспользовавшись всей энергией Бога его запасами электроэнергии угля нефти газа воды ветров и солнечных лучей все это он воплотит в одном месте как например в Брюсселе в перенапряжении всех своих бывших сверххирургинских способностей при достижении вожделенного лозунга Я Бог до этого все его попытки вознести престол превыше звезд быть подобным Всевышнему оканчивались крушением его частолюбивых замыслов будучи свергнут с небес он вошел в змея не может быть довольным тому факту что змей покорился ему земля все те кто должен занять обители падших его последователей на небе это новое творение которое он так ненавидит за его неблагодарность к свободе избрания добра все люди вот кто поклонится ему он достойный себя сосуд найдет в который войдет со всей мудростью семи голов и ярости десяти рогов не спровергая ими все десять заповедей этим он думает отомстить богу люди могут измениться на лучшее только после нового рождения когда они примут начало свою печать духа святого когда возродятся от воды и духа во святом крещении когда примут христа как своего личного спасителя только тогда и никак не раньше могут быть люди достойными названия человека собранными во единую семью под покровом всевышнего и все это только через его крестную смерть через Голгофу других путей нет и нет другого имени под небом которым можно было бы спастись от растления от наклонности человека к злу от порабощения плоти нет говорит сатана да не бой с тобой этого не ходи на крест успел только это сказать он жалостливым голосом верховного апостола Петра как тут же услышал отойди от меня сатана ибо ты думаешь о том что человеческое что же человеческое обречено на крах на разочарование на неудачу посмотрим кто прав и бог века бог мир из его начал приводить людей всех народов к той же цели но другим путем ведь замыслы масонов в конечном счете несмотря на то зло которое они вынуждены делать как говорят они окупится той славой человечество которое они приведут благодарное человечество и через своих апостолов лжи масонов имена которых известны и неизвестны он приступил к развертыванию колоссальной программы богоборчества Христос бога человек дьявол войдет в антихриста в это совершенное несовершенство в эту оплощенную непогрешимую греховность провозгласить его человека богом там была жертва бога человека голгофа крест отказ от своего я да будет воля твоя отче и здесь жертва человека бога страдания и муки единого взявшегося исцелить все язы земли путем семиглавой мудрости но уже давно давно бог сказал мудрость твоя и знание твое они сбили тебя с пути Исайя 47 10 называя себя мудрым обезумел твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство и сокровищницы твои собрал золото и серебра Изекилия 284 все в банках Ротшильдов Морганов Дюпонов Рокфеллеров и других некоронованных королей все он взял к себе муки титана берет он на себя народ тосковал о любящем правителе о если бы жив был Ленин если бы не умер Сталин если бы предатели не ослабили Гитлера если бы все что было лучше во всех его предтечах он в семейшем ожидании всех племен узрит время своего появления перед взором всей земли и образ его будет двигаться и говорить и положено будет начертание на чело или на правую руку главное на чело на разум неистребимо начертав образ злохозненного своего имени вначале на руку на правую да не сотворит крестного знамения да не сотворит добрых дел исповедания Христа пришедшего во плоти если нет руки тогда начало а если нет тела то нет и человека для чего же это печать это чек паспорт удостоверение личности уже сегодня есть вся возможность начать ему ставить тавро как на скотину на гоев и на всех его последователей свой знак обозреватель клич нашего времени за декабрь 75 года современный мир все больше скатывается к политическому хаосу события происходящие в наше время как никогда приближает наш мир к тем дням которые библия называет конец времени появилась интересная статья в девятом издании зов евангелия под редакцией Джона Энглида где он описывает о недавно сданном эксплуатации трехэтажном компьютере это вычислительная машина поставлена в городе Брюссель Бельгия в резиденции европейского экономического сообщества общий рынок ему дали кличку зверь и он предназначен для того чтобы каждому человеку дать определенное число которое ему понадобится для купли и продажи это будет невидимая татуировка на лоб или на тыльную сторону руки правой лазерным лучом Джон Энглид говорит что такой знак был бы как кассовый чек на двух ногах число то есть знак нанесенное на лоб или на руку лазерным лучом засветилось бы под воздействием инфракрасных лучей определенных аппаратов которые были бы прикреплены ко всем кассовым аппаратам магазинов и других платежных центров доктор доктор Генрик Эдерман главный советник европейского экономического сообщества предлагает всем людям в мире определить число но для этого нужно применить три шестизначных числа например 945 873 6 чисел 783 465 еще 6 012 587 еще 6 3 шестерки его сотрудники указывают на то что в настоящее время миру нужна такая денежная система которая исключила бы и упразднила денежные знаки и тогда никто не смог бы больше покупать или продавать без этого шестизначного числа стоило бы сотруднику такого выяснительного центра нажать на кнопку говорит Джон Энглет и он имел бы сведения о любом человеке в мире к этому он добавляет как легко орудовать сегодня человеку греха антихристу о котором говорится в Библии в городе Сан-Франциско сказано было некоторым членам независимого союза банков запада что в городе Сан-Лотоси строят главный центральный компьютер в 30 миллионов долларов который должен обслуживать все банки США этот центральный компьютер будет способен в течение 7 секунд дать сведения о платежной способности любого клиента чтобы полностью ликвидировать всякие подделки и воровство номеров знаков в данное время вырабатывается определенный знак печать на руку клиента Генрис Паак ранее член европейского экономического общества сказал дайте нам человека который сумел бы объединить все народы в крепкий союз и мы примем его будь он бог или дьявол только одно он должен сделать спасти мир от тотального уничтожения и он это сделает только ценой миллионов человеческих душ вскоре мир будет готовым принять такого вождя безвольно как во сне с омраченным сознанием и последует за ним уже сегодня устрашающее число людей находится на этом пути пьянства и наркомании во всем мире тайна беззакония в действии масонство часть третья дорога века сего и печать зверя перевод с английского Кузьменко 7 мая 1977 года несколько лет назад пророчество относительно печати зверя выглядело далеким уходящим на многие годы вперед сегодня же мы стоим на пороге этого исполнения надо полагать что уже наше поколение будет свидетелем этого явления аппараты для пометки всех людей уже готовы к действию доктор Эдельман глава анализов европейского рынка сообщил что план всемирных компьютерных установок готов к действию и носит эта машина название зверь огромная станция может принимать сведения из ста направлений одновременно это будет своего рода мировой ум мировое правительство будет иметь все необходимое и все сведения для того чтобы держать под контролем все отрасли общественной и личной жизни для того чтобы подчинить каждого гражданина власти мирового правления каждому жителю дан будет номер только тот кто будет иметь этот номер может продать или купить этим самым будет разрешена сложная проблема каждый гражданин мирового государства будет иметь этот номер вытатуированным на руке или на лбу посредством инфракрасных лучей для глаз этот номер не виден он будет просвечиваться ультра инфракрасными лучами аппарата в том месте где человек будет продавать или покупать этот номер как печать зверя не будет виден таким образом в несколько секунд будет произведен процесс уплаты из мирового банка эта чудовищная машина способна не только в одно мгновение перечислить или сообщить цены всех купленных предметов но и укажет есть ли у вас в банке деньги кроме того если покупатель совершил какое-нибудь преступление он подойдя к аппарату сразу же будет опознан со временем деньги совсем исчезнут с этого и начинается подготовка для временного царствования антихриста когда однако одного из лидеров европейского рынка спросили что будет тому кто не примет и не пожелает подчинить этой системе он ответил у нас есть сила которая принудит каждого принять эту систему больше всего это касается верующих которые знают что значит принять засертание зверя при наличии таких компьютеров и установок ни у кого не будет возможности где-либо скрыться уже теперь в Вашингтоне построен такой компьютер который может дать нужную информацию на каждого гражданина страны там все известно если у гражданина кредитные карточки в банке уплачен ли подоходный налог служил ли в армии и какой принадлежит религиозной секте или политической партии компьютер этот как бы живой уже социальная программа дать каждой личности в мире ее собственно число а так называемые зверьки малые аппараты будут расставлены по всему миру чтобы управлять и оперировать этой новой денежной системой которая вводится как предварительный переходный этап действительно вникая вписание мы можем видеть как все это надвигается уже уже сегодня организация объединенных наций составляет план на будущее уже есть проект который разрешит некоторые экономические проблемы в в Женеве на съезде он Швейцарии уже составлена система всемирного губернамента с единой всемирной валютой приготовленной для всего мира как переходная ступень чтобы изъять все деньги из обращения ВООН решило что все имущества и банковые сбережения будут конфискованы и тогда каждый получит номер определенную валюту сумму денег которыми смогут продавать и покупать эта специальная валюта уже утверждена общим рынком и теперь готова к циркуляции что привести такую систему в действие доктор Генри Киссенджер сделал открытое предложение соединить Канаду европейский рынок Японии и США сказав что этим мы превозможим так называемую ойл амбарго государственное запрещение вывоза из страны в возраст товаров и валюты эта система решит проблему питания всего мира всемирная валюта будет пущена в ход в очень скором будущем времени необходимо специальное оборудование чтобы привести к исполнению эту новую систему все больше и все большие магазины имеют теперь компьютеры прикрепленные к главной конторе магазинов компьютер берет всего 15 секунд для того чтобы узнать их в главной конторе что составляет ваш кредит и в порядке ли он новые телефоны со специальной кнопкой дают возможность иметь дело со всеми денежными операциями прямо из банка такая банковая система уже в действии в Орегоне и Вашингтоне компьютер будет знать ваше имя и платить за ваш счет Враг водит народы от одного разочарования к другому чтобы в конечном счете все признали бессилие свое прийти к единению всех пролетариев бессилие всех религий навести должный порядок даже среди своих последователей свобода это бред вот будет его краеугольный камень и тогда народы увидят что свободы никогда не было а была ложь тяжелое рабство когда ожидавалась свобода как это он показал на странах капитала то вот во что она вылилась хотел ли еще этой свободы хотите ли еще этой свободы никто не знает тайны руководительства массами кроме нас скажут просветленные зодчие и мы берем на себя этот крест это наша голгофа чтобы выжили всегда в детской невинности и в приятном рабстве вот как это виделось Федору Михайловичу Достоевскому книги братья Карамазовы он показывает как подходит великий инквизитор то есть все те силы которые сейчас приготовляют пришествие антихристу под видом веры во Христа страшный и умный дух дух самоуничтожения и небытия великий дух говорил с тобою этот разговор он ведет со Христом в пустыне и нам переверну в книгах что он будто бы искушал тебя так ли это и можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того что он возвестил тебе в трех вопросах и что ты отверг и что в книгах названо искушениями а между тем если было когда-нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо то это в тот день в день этих трех искушений именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо если бы возможно было помыслить лишь для пробы и для примера что три эти вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах и что их надо восстановить вновь придумать и сочинить чтоб внести опять в книги и для этого собрать всех мудрецов земных правителей первосвященников ученых философов поэтов и задать им задачу придум придум сочините три вопроса но такие которые мало того что соответствовали бы размеру события но и выражали бы сверх того в трех словах в трех только фразах человеческих всю будущую историю мира и человечества то думаешь ли ты что вся премудрость земли вместе соединившаяся могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне уж по одним вопросам этим лишь по чуду их появления можно понимать что имеешь дело не с человеческим текущим умом а с вековечным и абсолютным ибо в этих трех вопросах как бы совокуплено в одно целое и предсказано вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле тогда это не могло быть еще так видно ибо будущее было неведомо но теперь когда прошло двадцать веков мы видим что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более реши же сам кто был прав ты или тот который тогда вопрошал тебя вспомни первый вопрос хоть хоть и не буквально но смысл его тот ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками с каким-то обетом свободы которого они в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить которого боятся они и страшатся ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимые свободы а видишь лисии камни в этой ногой раскаленной пустыне обрати их в хлебы и за тобой побежит человечество как стадо благодарное и послушное хотя и вечно трепещущее что ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы твои но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение ибо какая же это свобода рассудил ты если послушание куплено хлебами ты возразил что человек жив не единым хлебом но знаешь ли что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли и сразится с тобою и победит тебя и все пойдут за ним восклицая кто подобен зверю сему он дал нам огонь с небеси знаешь знаешь ли ты что пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки что преступления нет а стало быть нет и греха а есть лишь только голодные накорми тогда и спрашивай с них добродетели вот что напишут на знамени которые воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой на месте храма твоего воздвигнется новое здание воздвигнется вновь страшная вавилонская башня и хотя и это не достроится как и прежнее но все же ты мог бы избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей ибо к нам же ведь придут они промучившись тысячу лет со своей башни они отыщут нас тогда опять под землей в катакомбах скрывающихся ибо мы будем вновь гонимы и мучимы найдут нас и возопьют к нам накормите нас ибо те которые обещали нам огонь с небеси его не дали и тогда уже мы достроим их башню ибо достроит тот кто накормит а Лучше поработите нас, но накормите нас. Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою. Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени земным? И если за тобой во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Или тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы многочисленные, как песок морской слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они порочные бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов, за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать. Так ужасно им станет под конец быть свободными. Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Мы их обманем опять, ибо тебя мы уже не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Вот что значил этот первый вопрос в пустыне, и вот что ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. А между тем в вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв хлебы, ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую, как единоличного существа, так и целого человечества вместе. Это пред кем преклониться. Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, причем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и взывали друг другу «Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим». И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги, все равно падут пред идолами, «Ты знал, ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно, знамя хлеба земного и отверг во имя свободы и хлеба небесного. взгляни же, что сделал ты далее, и все опять во имя свободы. Говорю тебе, что нету человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать скорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо дар дар и Продолжение следует...